здравствуйте в этой серии лекций о якобы старейшем человеке жанне кальман я расскажу увлекательную историю одной из самых невероятных мистификаций эта афера была настолько хороша что научный консенсус считает правду безумной теории заговора жанна кальман официально является самым старым человеком чей возраст когда-либо был задокументирован и ее валидация считается золотым стандартом для научного подтверждения возраста предполагается что она была единственной преодолевший библейский предел 120 лет вдохновляющий пример для всех первой лекции я покажу как две старые фотографии дали ключ к разгадке истинной причины смерти жанны кальман 1934 году я хотел бы попросить вас помочь пробить стену лжи подписавшись на курс лекции и поделившись этим видео после того как мадам кальман покинула свою квартиру и переехала в дом престарелых в возрасте 109 лет она попросила жазетту дочь невестки ионны сжечь ее фотографии и другие документы паримач сообщил что жазете удалось спасти от огня только шесть фотографий некоторые фотографии находились у других родственников и также сохранились эта фотография появилась во французских и британских газетах 90 годах без заднего плана ошибочно помечены как фотография молодой жанны кальман на отдыхе на ней она изображена расслабленной одеты модные мешковатые брюки и зонтиком восточном стиле из аудиозаписи интервью мы знаем что врач и валидатор мадам кальман виктор лебр видел эту фотографию насчитал что на ней запрещено на жанна вы зави и не гранд дорогу панталон до плаж и уном брэль и шина зоу жапонез Не помню. Вы не помните? Нет. Вы выживали с украшением украшения? А, я не помню. Я помню. Это было. Вы выживали с этой эпохи? Ну, я помню. Я помню. Я помню. Вы не помните эту эпоху? Да. На фотографии вы выживали. Вы выживали. Вы выживали. Вы выживали. Вы выживали. Вы выживали. Конечно, это неверно. Сравнение с другими фотографиями показывает, что это была дочь Жанны Ивонна, но в то время доктор Лебер мог этого не знать. В 2019 году родственники мужа Ивонны поделились оригиналом, датированным августом 31-го года. Она была на отдыхе и отправила эту фотографию в качестве открытки друзьям и родственникам. Было бы интересно определить место съемки. Но как? Мадам Кальман рассказала своим валидаторам, что Ивонна заболела после рождения Фредди в конце 26-го года, что ее лечили в санатории верхней собой и что она пробыла там недолго. Иван, вы? Иван, вы ее выживали в больницу? В начале, в начале, в начале, в начале. В начале? В... ... ... ... ... ... В вязке? В 1928 году муж Ивона, Жозеф Био, взял пятилетний отпуск из армии, объяснив его необходимое здоровье своей жены. Во время поиска санатория Надин Лефевр из группы сторонников долголетия Кальман распознала стиль балкона как типичный для Лизана, швейцарского курорта, где богатые клиенты лечились от туберкулеза. После этого мы идентифицировали его как террасу в тамошнем санатории Бильведер. Научный консенсус утверждает, что это доказывает, что Ивона лечилась там от туберкулеза, а затем умерла в Арле в 1934 году. Но дополнительные улики свидетельствуют об обратном.